За своим домом жители московского шоссе 69 старательно ухаживают. Благоустроенный двор, аккуратные подъезды. Дом можно было бы назвать образцово-показательным, если бы не одно «но». Идиллию нарушает лишь один жилец. Пожилая женщина, превратившая свою квартиру в зооприют. Саму сердовольную пенсионерку дома нам застать не удалось. По словам жителей соседних квартир, сейчас она в больнице, а последние пять дней до приезда врачей женщина и вовсе провела в подъезде. В свою же квартиру возвращаться отказывалась, говорила, «Стены давят, нечем дышать». Квартира была долгое время, как и у всех людей, на замке. То есть открывалась. Теперь она, поскольку она носила то доски, то не поймешь чего, она сломала дверь сама. Вот посмотрите, мальчики. Вы чувствуете, какой запах? Десяток кошек, груды хлама, режущая глаза вонь. Этим список бед, причиняемых соседям, не исчерпывается. Под угрозой не только аппетит, но и жизни людей. Захламленное жилье горело уже дважды. Первый раз в 2016-м. Следы пожара до сих пор украшают копотью стены квартиры. Приехавшие на вызов пожарные посоветовали поставить свечи в церкви. Весь подъезд был на волоске от взрыва газа. Найти управу своими силами и договориться с беспокойной соседкой жильцы не могут. Родственников у пожилой женщины нет. На замечания-то не реагирует. И зачем? Затем. Чтобы ты хоть немножко сделала, а не сидела. Дурой, я еле живая. Больше 20 лет, но она всегда была на учете в психиатрической клинике. С народом она не дружила, не общалась. Была очень грубая. Если скажешь, сделаешь какое-то замечание, даже в вежливой форме, Зоя, ну все-таки так нельзя. Она настолько бесцеремонно и нагло отвечала, типа закрой рот. Соседи не сомневаются, хозяйка вскоре вернется домой. Уверенность в том, что своими силами могут избавить подъезд от тараканов, давно потеряли. Импровизированные зоопитомники по соседству – частое явление. И случаи, когда ситуация решалась мирным путем, есть. Подать сообщение о том, что человек, возможно, страдает психическим расстройством и нуждается в психиатрическом освидетельствовании, могут либо родственники данного субъекта, о котором идет речь, либо просто жильцы дома, которым он доставляет неудобства. Алгоритм действий следующий. Сначала обратиться к участковому психиатру. Лучше с коллективным письмом, желательно предоставив доказательства. Но в этом случае для лечения потенциальный пациент сам должен подписать согласие. Если он от добровольного освидетельствования откажется, дальше дорогу ведет в суд через полицию. Полиция должна прийти проверить, что там происходит. Роспотребнадзор должен прийти, посмотреть, а как это санитарные правила. Прокуратура должна посмотреть, как права соседей в данной ситуации соблюдаются. А администрация, если там антисанитарные какие-то происходят вещи, выдаст предписание о приведении в соответствии помещения с нормами жилищного кодекса. Беспокойство в этом случае вызывает судьба пушистых питомцев. Скорее всего, хвостатым придется переехать из квартиры на улицу, ведь кошачьих приютов в Ульяновске нет. Антон Кузьмин, Константин Никитин, репортер 73.